Матерам, отличного матча вам. Спасибо, Маш. Ну что ж, друзья, всем добрый вечер. С вами Fever и Auto Destruction, и мы врываемся на плей-оффы американских квалификаций Boston Major. Прямиком уже в матче практически TeamNP и Infamous. Очень много вообще, есть что рассказать об этих командах, что о TeamNP, что об Infamous. У меня тоже есть некоторая информация. Я думаю, что вы слышали ее уже ранее, победители WSG, Америка. Там, конечно, в основном и команды с такого специфического региона. Это Южная Америка, Латинская Америка, это и бразильские команды. Были там и Kingao Plus 4, те же. Но Infamous все равно среди всего этого они заняли именно первое место. Они победили в этом чемпионате слэш-квалификации, потому что это все-таки была именно квалификация на WESG в формате LAN. Но и сейчас занимают неплохие, я бы сказал, даже лидирующие позиции в южноамериканской сцене. И теперь они в рамках квалификации за Boston Major находятся в плей-оффе уже. То есть успешно преодолели групповую стадию и сталкиваются с командой NoPapi. NoPapi, именно так, наверное. Ну, как уже крестили, в принципе, и в англоязычном чатике. И вообще на Reddit, везде на всех форумах рофлят с этого названия, что же оно означает. По-моему, вообще, когда-то Envy писал в Твиттере, еще до создания этой команды, что вот он собирается делать этим. Я, правда, не помню, как вот он именно писал, как расшифровывается эта аббревиатура, но вроде бы было такое, я точно не скажу. Но самое интересное, что ее полное название, если не гуляет на просторах Твиттера, и никто его не оспаривает, то ребята сохраняют интригу, и им, в принципе, нравится то, как их окрестили. Ну да, ну вот это вот, как OG, да, по-разному окрестили. На самом деле, не только NoPapi, но вообще, вообще да. Вот такие, в принципе, неплохое выступление, очень хорошая игра Ауи, хотелось бы отметить именно вот как раз-таки на керри. И верно, наши аналитики подметили то, что Envy, он в основном является разменной монетой, то, что даже когда к нему гангают в мид, гангают, да, я правильно расставляю ударение, пытаюсь правильно как-то, да, когда его гангают в миде, выходят к нему суппорты вражеской команды, то его суппорты никак, даже пальцем и глазом не пошевельнут, не перетянутся, в общем, даже если у них есть телепорты, потому что им нужно обеспечить space для Ауи, чтобы Ауи формил, чтобы Envy на инвокере там занимался, или где он там, на инвокере, да, на SF, занимался своими делами, а тут Ауи тем временем увозил игру на свене. Ну, вот вчера тоже сказали интересную фразу, то, что Ауи тащит, Ауи реально тащит, а Envy делает игру для Ауи немножечко интереснее. Created Space, Space Created, может быть, этим занимается, в конце концов, Eternal Envy. Ну, да. Он действительно, на самом-то деле, очень скилловый и активный игрок в миде, мне нравится, как он исполняет, в частности, на Миране. На Миране у себя он очень хорошо показал и показывает. Видела несколько матчей в исполнении Мирана, как раз вот здорово-здорово отыгрывает, уверенно стоит свое умедление. Ну, и стоит заметить, что персонаж с эскейпом, то есть, возможно, не просто так именно Мирана оказывается в руках у Eternal Envy. И стилип, может быть, и саппортом это упрощает задачу, что настолько вариативный герой в руках у Envy. Ну, и что пока, такая затяжная пауза, и пятый слог по-прежнему пустует у Infamous. Можем представить команды? Да, давай представим команды. Team Envy, Eternal Envy, собственно, та самая Мирана, Nachted Hunter, Rikkimaru Rose, AOE 2000 Lifestear и SVG Disruptor. Да, ну и у Infamous, у перуанской команды Stinger играет на Огармаге, Хатсон и Мико, он же Эйсел, если мне не изменяет память, на Дазли, Бен Джаз, на Тарар Блэде, Катара Хаяма, на Templar Assassin и K-19. Еще не взял своего героя, честно говоря. Не буду кривить душой, я просто позабыл, кто там, потому что я ворвался уже в студию под самый конец пика. Ну что ж, сейчас в любом случае, эту тайну для тебя откроют, и для меня в частности. Я, если честно, тоже не запомнила, мы с тобой что-то бурное обсуждали. А, точно, мы обсуждали, насколько хороша собой Канада. А NP это, почему вообще добрались до такой страны, как Канада, потому что NP канадский состав? Ну, практически, да. Ну, Envy и AOE точно канадцы. Вот, что насчет Тибана. Тибан, вроде бы, Канада. Но сейчас, на самом деле, можно уточнить эту информацию. Так вот, и глядя вообще за игрой, команда Team NP, ну, меня, честно говоря, порадовали, да, даже несмотря на то, что были некоторые моменты. Воу-воу-воу, смотри, какое угрожающее сообщение всплыло в общий чат с Onward's Fifth. И просто с Маликова. Да, ссори. С Малик закинул рост. Да, как раз-таки MSS и SVG, они граждане США, а вот AOE 1437 и Envy, они канадцы. Ну, и, в принципе, вот мы видели, да, в рамках Бостон Мейджора подписанный Team NP именно вот Кенада. Ну, и у Infamous, у них, я тоже не знаю насчет стендина, потому что у них King Tech должен быть пятым суппортом. У Infamous, да? Да, но здесь играет человек под ником K19, вот что. Опа, варнинг, connection problem. Быть может, не только у пятого игрока Infamous будут проблемы сейчас, судя по убывающим секундам на экране? Возможно. Возможно, и с этой проблемой можно столкнуться и в Китае, на китайских серверах. Все ведь падали сегодня уже, валились, да? Ну, вот у нас и проблемы, собственно, с connection. Но не беда, дорогие друзья, я думаю, что мы скоро вернемся. Пока что у нас никакой, вроде бы, паузы не намечается, насколько мне передают или не передают наши режиссеры. Мы еще не передают, мы просто хотим с вами немножечко пообщаться, посмотреть вам прямо в глаза. Ну, а еще ты можешь, наверное, рассказать пару слов о команде Infamous. Ты рассказал о их достижениях, о их местоположении мы еще не поговорили. Если, с одной стороны, у нас преобладает канадская кровь, то с другой стороны, что происходит? Канадская, Северная. Вообще, насколько вот я знаю, по турниру WSG, напоминаю то, что WSG турнир, который проводится в однонациональном формате, поэтому там только однонациональные коллективы, там, где все пятеро игроков из одной страны могут принимать участие. Для тех, кто не следил, да, для тех, кто следил, напомню. Это были уже у нас региональные квалификации, лан региональных квалификаций, который проходил в Бразилии, в городе Сан-Паулу. И там, что примечательно, много североамериканских команд из США и из Канады просто не пустили, потому что у них визовые проблемы. Вот, да, вот как-то странно, у США и у Канады визовые проблемы. Обычно у людей визовые проблемы с тем, чтобы попасть в США, допустим, да, или в Канаду. А тут, ну, видишь, это правительство стран, это вот эта вечная вражда. В общем, ребята, не стак PPD, там, где играл, кстати, MSS тоже, насколько вот я помню, вроде бы и тот же SVG, и стак Envy канадский тоже не смогли посетить этот замечательный турнир. Хотя, по-моему, они онлайн-отборочные прошли. Но, так или иначе, все равно у нас была одна североамериканская команда, и команда Kingao Plus 4 там тоже играла. Я думаю, то, что во многом благодаря турниру WSG они попали конкретно в эти закрытые квалификации. И, опять же, среди южноамериканских команд неплохо себя показали. Ну, Infamous. А что Infamous? Они заняли там первое место. Они, в принципе, выступили с большим контрастом относительно других команд. И в который раз доказывают то, что, по крайней мере, в Южной Америке, в Латинской Америке, в Перу, в Вивале Перу, все гнет свою линию. Ну, и, в общем-то, выиграли ребята этот турнир. Я сижу и поражаюсь твоей области знаний в плане наций, в плане географических каких-то. Да, что тут знать, собственно, все. Ячеек, очень здорово. География зашла. Тебя слушать я обслушала бесконечно. Ой, спасибо, спасибо. Я польщен просто, да, изнеможение. Да, мы повышены также этим перерывом. На самом-то деле нам режиссура ничего не сообщает, сколько нам с вами общаться. А, все, нам сообщили. Ну, мы ждем, у нас опять connection problems, да. Такое бывает, такое бывает на серверах, не только на американских, потому что пинг реально очень большой. Причем есть очень большая вероятность, что дропнуло не только нас. Возможно, и есть вероятность, что дропнуло и игроков тоже на их же серверах. И игроков, и других кастеров, потому что мы не такие. Ну, да, на их же серверах, потому что бывает, бывает проблема, с этим ничего не поделать, дорогие друзья. И у Се сегодня состоялся такой небольшой обвал. Да, ну, все. За Се я следил только первый день этих закрытых квалификаций, потом следил за Китаем. И, честно говоря, вот тоже я, наконец-то, рад, что я врываюсь на Америку, хотя на Америку я врываюсь периодически там. Каспер, Каспер, что говорит, о, ты приехал пораньше. Ну, я, типа, уйду пораньше, а ты, типа, садись к Маше, там, покомментируй, да, они с Машей в основном комментируют вечером. Не, ну, я что, я человек простой. Я вижу кресло свободное, я сажусь и комментирую. То есть, как бы, вот так вот. И как-то мне помешает лишний экспириенс. Более того, Дота всегда интересная, всегда насыщенная. Но не то, чтобы интересная и насыщенная. Иногда, иногда бывают... Я с вами комментирую, что ты, Тай? Иногда бывают затяжные, бывают и скучные матчи, растянутые довольно-таки. Но, тем не менее, Дота — это профессиональное уровень, высокое. И всегда, если в целом за матчем понаблюдать бывает тяжело, его, так сказать, пережить и набить эмоциями своими собственными, то за отдельными личностями, за отдельными игроками всегда интересно посмотреть, абсолютно. Не, ну, хочется, вот особенно в Китае, хочется сыграть как по книжке, хочется сыграть на Верочку, хочется поформить минут 50, а потом пойти... Так мы сегодня же с Каспером просто в течение всего дня, то есть с 9 до 6 вечера, мы отобрали для вас самые лучшие китайские команды, которые вышли в плей-офф. Да, и вот ушло 9 часов на то, чтобы определиться, какие именно. И при этом мы кастели, то бишь, это даже две линии идет, и мы кастели только какую-то одну, или иногда перепрыгивая. То есть представьте себе просто сколько игр. Не, ну да, тяжело находиться в двух местах одновременно, на двух матчах тоже, если вы два кастера в одной паре. Но на самом деле в Америке мне нравится, в Америке мне нравится, как выступают и FDL, да, то есть это вторая пара, комплекс эти FDL будут. Понятное дело то, что NP, они себе выбрали вот оппонентов, скажем так, ну, послабее, они вот считаются. Подскажи мне кое-что, FDL это точно одни из открытых квалификаций, ребята? Нет, нет. Тоже приглашены? Да, из открытых квалификаций у нас европейские команды, они прошли вот такой вот EU Invaders, как назвал Тибан Сильва в Твиттере, ну, 1437 там писал, что X-Mike, X-Mike на дефе американской доты, God bless America и все такое. Но, действительно, пока что X-Mike в плей-оффе, к сожалению, не оказался и уже не окажется, у нас уже матчи плей-оффа идут. Вот FDL вообще очень интересная команда. Они были на открытых квалификациях, прошли через открытые квалификации на Manila Major. А я об этом и говорила, как раз и спросила, они прошли через открытые квалификации? Нет, на Boston они приглашены. А, Manila, все, понял. Вот, они на Boston приглашенные. А как они вообще появились и как они образовались, когда я их увидел лично первый раз, потому что я так себе эксперт в американской доте. Просто я вот помню, они на Manila Major играли открытые квалификации, там тогда прошли команда FDL и команда Dragnil. У FDL был, по-моему, немножко другой состав, там не было SVG, SVG играл в составе команды Cloud9. Хорошо, спасибо, дорогой режиссер, я понял. Да, у них рассказа РМК, и я помню, мы со Старским как раз начинали комментировать всю эту движуху. Да-да-да, именно оттуда я помню этого миловидного котика на их картиночке. Ну и, собственно, команда, как называют, и котик, и название команды French Dedication Love, название говорит само за себя. Так вот, и Бин, или же Биса, их игрок, который играет на позиции керри, там, либо же соло-мит, они там свапаются позициями, тоже очень интересный, на самом деле, персонаж. У него, насколько я знаю, либо двойное гражданство, если так можно говорить, либо же там какая-то фишка, в общем, потому что Биса, он же Бин, он же Мемес, да, в комьюнити, он принимал участие на WESG в регионе Африка и Ближнего Востока. Играл он за команду Абоша Малех, или Абоша Ламех, в общем, какое-то такое название интересное. Они заняли тогда первое место на этих квалификациях, если мне не изменяет память, и там играл Биса, ну, то есть, как бы, он же Бин, он же Мемес, да, и играл он за команду из Иордании. Но на разных базах у него написано гражданство от United Kingdom, поэтому я, честно говоря, тоже не знаю, как так получилось, но, по всей видимости, либо двойное гражданство, либо есть какая-то вот такая фишка. И тоже очень известный уже стал игрок, и тогда он мне приглянулся. Опять же, команда FDL, они ездили на The Summit, по-моему, пятый, тоже. Ну, понятно дело, что приглашение на The Boston Major вот такое вот прямое получить не так уж и просто, нужно иметь какие-то заслуги. Ну, да, FDL, на самом деле, на американской сцене, они, в принципе, уже держатся, ну, не то чтобы стабильно, я думаю, что, если бы у ребят не было бы вот таких вот каких-то частых замен, да, но там есть, конечно, игроки, которые уже довольно давно там стабильно держатся, играют, но вот пока как-то так. Так, ну, то, что они в плей-оффе, это уже успех, и вообще не наманили, по-моему, команда FDL, они прошли в плей-офф тогда, наряду с командой DC и EG тогда тоже были, или это был International, я уже не помню, потому что EG же на International через открытые квалы проходили. Ну, киберспорт шагает вперед своими мильными шагами, просто колоссальное количество турниров, всех и не запомнишь, за всем и не услышать. Да, очень, очень много, понимаешь, у меня вот, сколько у меня было доты, и как у комментатора, и как у зрителя, у меня все перемешалось уже в голове, просто все, все не запомнить, да, микрофон уже начинаю руками. Мила, Boston International, Веска, ты знаешь, сколько для меня, как для начинающего комментатора, много информации, просто колоссальное количество информации, я больше игрок по игре, вот, а теперь, да, мне приходится пробираться в профессиональную сферу, и узнавать много для себя нового, много новых никнеймов, хотя вообще я International смотрю стабильно, но сейчас так много новых талантов, много молодых талантов, которых тоже следует запоминать. Да, особенно в Китае, вот, опять же, как мы видим, то, что в Китае из вот этих вот вторых, третьих, там, tier 2-3 состава приходят игроки, вот у нас вот там, E-Home King, E-Home X, и вообще я не удивлюсь, если мы увидим где-то уже там уход, вот этот вот закат кого-то из старичков Китая, а потом ворвутся молодые из вот этих вот вторых, третьих составов, я вообще говорил о том, что в СНГ тоже неплохо было бы такую практику заиметь. Как тебе? Na'Vi Young. Na'Vi Young? Такое ведь в свое время, я помню, что были попытки организовать у Na'Vi второй состав, но это был не то, чтобы Na'Vi Young. Это был Na'Vi U.S. Да, это был Na'Vi U.S. О, игра, игра, поехали, у нас... Мы, наверное, устали от наших вот этих смазливых, дурацких лиц, наконец-то можем перейти к доте. Ну, совсем смазливая, ну, ладно, насчет дурацких я с тобой спорить не буду, по крайней мере, за себя, но насчет смазливой я бы с тобой поспорил, ты такой себе смазливый. А я смазливая? Не, ну ты просто, ты у нас такая милая девочка. Милая, да? Да, не, ну... Ну, если в миде со мной постоять... Все. Переходим к игре. Ну что ж, кстати, там второй суппорт у команды InFamous, это все-таки был Огармак. Да, появляется, так скажем, вскрывается Огармак в пике InFamous, совершенно неожидаемый никем. Ну, вообще-то, стадию драфта, если вы еще не забыли, естественно, все его были рады бы приветствовать. Размениваются общими хорошими пожеланиями. Да, заблагодарит. Да, все-таки интересно. А, вернее, это был не оффлейнер, это вот Кейн на интинге. Да, потихонечку, да, разбираться по лейнингам, что происходит на данный момент. Дазл находится на боте вместе с Войдом, тут даже перемещается Стингер. И Катара, они хотят просто сжать руну у НП. Четвером здесь находятся ребята из InFamous. Смотри, его просто массой задавили прямо на руну. Да, какая разница, все равно тут уже идет контестить руну Рикимару и оставит руну для кого? Для МСС, для МСС оставляет. Вот так вот Eternal Envy остался без руны в миде. Вот, видишь, опять то, что мы говорили. Команда на Eternal Envy не играет. Даже руну Eternal Envy в миде не оставляет. Забирает руну на МСС. Да, действительно, довольно странный момент. Хотя бы потому, что Роуз занимался стопом крипов и чем был занят Eternal Envy. Может быть, ему команда сказала, не ходи на руну. Не для тебя она здесь возродилась, появилась на нулевой. На самом деле 14.37 сейчас перетагивается Envy в миде. Вот этот вот стереотип, что к Envy не приходят саппорты. Да бывает, бывает, конечно. Ему не помогают, он развеивается на наших глазах. 14.37 тусит у Envy стабильно сейчас, по крайней мере, на первых минутах. Да, прямо под носом. Это Рикемару, ему нужен левел. Можно подглобить темпларочку за счет, соответственно, вот этого ядовитого неприятного фрукта. Да, ну и Бенжас. Бенжас на Тарар Блейде. Герой, которого, кстати, тоже любит Envy и любит его в миде. И ставит в мид ребята из команды NP этого ТБ. Ни разу с этим не наблюдала. Я видела ни две, ни три карты NP и среди них не наблюдалась ни разу Тарар Блейдами до Вова. Было бы здорово на него взглянуть однажды. Ну, если NP. Да, 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 тем более by Envy. Думаю, если в дальнейшем ребята смогут в Best of 3 серии этой победить, то покажут еще своего Тарар Блейда. Нападение на МСС. Ну, как вы этого МССа пробьете вообще? Ну, вообще, на самом деле, я тут стингер наполучал. Да, стингер здорово наполучал. Ну, благо, это Огр, он еще и отхилится. На самом деле, без Игна это качается Огр Мак. Он сразу же сделал упор на баф. И все, все, прокачался. Левел 2 есть. Сейчас будет быстро двигаться и быстро бить. И при этом еще одаривать. Ой-ой-ой, как красиво Роуз застилил эту руну. Но не застилил, он все равно забрал фейслесс-плащ. Ну, пытался 14.37 своровать руну у Кейн-19, но не получилось. Ну, и показалось, что все-таки вышло, потому что у него в золотистом светится плащ. Ну, а как оказалось, это всего лишь эффект шмотки. Не удалось. Ой, я пошли Open Bones на фейслесс-воида. Есть также от Дисраптора. Глимс из VG имеет линт. Есть глимс. Но там уже таймволк очень скоро откатится. Поэтому я думаю, что фейслесс-воида убить не удастся. А вот просто пробить ради того, чтобы заставить его идти на базу, можно. Ну да, выбить хилл как минимум, пожалуйста. Ну и Ауи на самом-то деле находится на полном фрифарме. Не теряет ли здесь время дазл? И то, чтобы он-то время не теряет. Ему здесь вполне комфортно. Он стоит, эксприт вместе с воидом, чувствует себя в безопасности. Но воид приседает по левелу, и это не очень хорошо. Ну, вообще да. Но опять же, воид имеет опцию сделать себе, возможно, какой-нибудь айрон талон и уйти формить леса. Ну хотя пока что... Постепенно, постепенно сместиться в лес имеет смысл. Когда раскачается дизраптор у него, он будет очень сильно расхорошивать с первого, потом возвращать, и все это очень неприятно. Можно будет сместиться в лес, дать фармить дазу. Слушайте, ну-ка камеру, ну-ка камеру на борт, что-то там, что-то там, а там Роуз. Гулял только что прямо под Сентри Вардом, который стоит Адайр прямо в кустиках. Трудно его заметить, трудно его вычислить. И, по-моему, если я не ошибаюсь, рейндж вот этого Сентри, который пониже, не достает. Слушай, достает просто, он очень спрятан. Он заныкан среди этих веток. Да, но вообще сейчас ставить Сентри, если именно Сентри ставится против каких-то инвизоров, либо же на обнаружение обсерверов на вот этих вот, на блоках пулов. Да, понятное дело, их нужно возмаскировать, потому что иначе их очень просто... Иначе зачем вообще деревья в этой доте придуманы? Да, так бы за голом поле можно было играть. Вот Энви пробивает Катару. Отжимает руну у Катара, начинает его пробивать. Да, понятное дело, там есть рефракшн, плюс еще и Огар сюда прилетел. Ну, вроде, больше абуза Ботла. Но Катара Хаяма тут нормально наполучал, да, и приходится Стингеру прилетать, чтобы заабузить Ботл. Вот Энви. Ну, Энви? Энви доминирует, несмотря на то, что там Парка, по идее, должна себя комфортно чувствовать. Да, по крепам нормально все у Катара. Но он все равно напрягается, у него еще мало хитпоинт. В итоге даже Огры вынуждены стянуться. Как он сильно, кстати, под Старштором проседает. Аж две звезды поймал, потому что находился вплотную. И отступает только сейчас. На Боте по-прежнему продолжаются ХП-размены. Очень сильно танкует. О, Башек, Башек от Войда преследует Дизраптора. Ох. Это Ферстблад. Ферстблад для Кейн-19. Вот так вот первонцы. Критическое лечение выдал Даззл и Ластычка от Кейн-19. Секундочку, просит. Опять пауза у нас в игре. Обновить какие-то скрипты, знаешь, потому что вот этот Баш коварный под крипвейвом. Go, thanks, sorry. Пишет и все. Да, 1-0, Infamous выходят вперед. По крипам, видимо, еще и Терараблейд у них очень бодро фармит. При этом, опять же, на нижней линии забрали только что Дизраптора. Лайфстиллер тоже имеет хороший крипстат. Немного отстает от Бенжаза. Ауи, но в целом, в принципе, все неплохо. Меня беспокоит то, что у Нахта, МСС, посмотри, 20 на 7. 20 на 7, он в тяжелой линии стоит. Она типа тяжелая. У Войда тоже 14 на 4. Довольно все неплохо, даже несмотря на то, что он там стоит на дабле вместе. Не, ну знаешь, Даззл многое сделал сейчас, если бы не Даззл. То есть с Даззлом, ой, Энви! Просто точнейший ювелирный выстрел прямо в голову Катара Хаяма. Да, им Энви явно не подводит. Катара Хаяма прежнему продолжал давать Энви себя нахорашивать, нахорашивать. В итоге все это закончилось. С очередным прокастом Старшторма в отсутствии рефракшена. Да, и это без помощи. 14.37. 14.37 вообще в это время находился на ботом линии. Сейчас Рикимару перемещается на топ. Ну, конечно. Почему не переместиться на топ? Туда же, кстати, отправляется Дизраптор. Хотят попытаться сделать фраг на Бенджазе. Можно Курьера шотнуть. Можно шотнуть Курьера. Хотя Курьер... Слушай, отводит. На какой-то СНТ-рис спалился. Что? Откуда он знал? Как он узнал? Возможно, просто решили, ребята, из НТ-мус сыграть. Да, по Сейвове. Посмотри, Курьер... Вроде бы по Сейвове. Вроде так выходит вперед. И есть ультимейт унахта. Можем попытаться Бенджаза убить. У Бенджаза, кстати, нет ультимейта. МСС заходит. Есть Кинетик Филд. Неплохо. Бенджаз проседает по ХП. Но пока что живет. Еще половина хитпоинтов нет. Они байтят на себя. Они просто байтят на себя, потому что есть Рэвейдж. На развороте могла бы завязаться драка в конце до конца. Хотя, какая может быть драка, когда... Ну вот есть хотя бы у Этернал Энви ТП, у Мираны. Если у Мираны нет ТП, да, то и смысл продолжать эту агрессию. Видимо, Энви делал ТП на мид обратно и уже успел выбывать на базе. Вот у него фуловый боттл. И вообще он сам весь отрегиненный. Имело, имело смысл подбайтить на себя на топе. Если бы инфемусы зачейдились. Есть Рэвейдж, ТП Этернал Энви, минус 3 для Этернал Энви. Нападение на Кейн на Энди, на Этернал Энви промахивается. Стрелой есть Старшторм и Фейслес Войт. А у него был таймвок, судя по всему. Да, Фейслес Войт не прожимает таймвок. Он только посмотрел туда, сюда, направо-налево. Но он забыл, что он не находится на какой-то, знаешь, железнодорожной части. Или просто на шоссе. Это правило не спасает от второго заряда Старшторма. Да. В безопасности ты не окажешься, если посмотришь на право и налево. Такое не работает в Доте. Ну вот интересно, интересно вообще, как дела пойдут у Террор Блейда. Пока что его не особо пытаются как-то пробить. Хотя вот действительно, как ты правильно отметила, через Рэвейдж это можно было бы осуществить. Потому что ТП... Ну там все и в ТПшечки пошли. Более того, со спины сходил Логгармак. Ну да, да, да. Вот в этом и проблема. Начал на себя перетягивать все внимание. И дема же тупо не хватает пока что, чтобы этого армирована Террор Блейда пробить. Ну вот он обладает большим количеством армора, но не таким уж и большим количеством хитпоинтов. И это в целом, в основном и целом, это проблема Террор Блейда на ранних левелах. Он, конечно, потом на себя компенсирует, но сейчас, походу, компенсирует Дазла в таверну прямиком. Да, вот раскрывается напрямую проблема отсутствия высокого левела на воде. Да, Дабла вроде как удалась, даже получилось оформить фраг. Разночек на Дезрапторе носим, не менее трансфернет. Несмотря на то, что Энви не попал стрелой. Ну я не знаю то, что было с Таймволком, который не в КД. И просто, вот, ждет, когда его преговорят, когда упадет Старштору сверху. Там был смокскрин о 14.37, сейчас встреча на руне. С ВИГ встречается с Катарой Хайяма. Есть ультимейт от Энви. Энви пробивает Темплар Ассасин, но Катара находится под руной дабл-дэмэджи. Также Скингер здесь начинает восходить. Прямо под центром. МСС. МСС заходит, будет ли реведж? Нет, реведж пока что, потому что здесь остался один Скингер. Скингера добьют, скорее всего, да, это минус Скингер. Ну и не стали продолжать дальше нападать на Катара. А здесь есть Даззл. Замедлил его 14.37. Ну, как не вовремя здесь оказался Даззл. Пытается сделать ТП-Алт. ТР, естественно, на него не потратится. Даже подключается там Плорасаси. У него по-прежнему ДД. Ну, понятное дело, бороться с Рикой, которая в инвизи исчезнет. А у Eternal N есть Лип. Не имеет смысла вообще там находиться. Хотя, посмотри, он все равно ищет цели, продолжает их искать. Хацун и Мику тоже вот интересный никнейм. А если себе выбрал такой альтернативный, это тоже вроде бы персонаж из аниме какой-то? Нет, это не персонаж. Ой, ладно, давай не будем. Я знаю, кто такая Хацун и Ник. Я просто не знаю. Но похоже именно на персонажей из аниме. Так что, заядлые анимешники, сори, если я вас обидел, я-то чем-то. Ну, это, скажем так, у японцев очень хорошо получается писать музыку. И они очень любят креатив, соответственно, у них есть такая девочка Хацун и Мику. А, это так? Да, это типа электронная, визуальная, визуальная, визуализированная певица, скажем так. Все, я вспомнил. Это когда-то смотрел одно тревел-шоу, и там был выпуск о Японии. Да, все, вспомнил. Ну, конечно, полнейшая жесть на самом деле. Нет, там очень есть хорошие треки, очень приятные, но некоторые, да, некоторые жесть. Так, собирает руну 14-37 у Катара. На этот раз отжал все-таки. И по-прежнему руна богатства на боте респаунится, больше никакая руна. То есть, если вы хотите взять богатство, скорее всего, она появится на боте. И вообще, хотелось бы отметить перемещение Тибана Сильвы, он же 14-37. Круто перемещается на Рикимару по карте и пока что себя реально оправдывает. Вот, несмотря на First Blood, Team NP 4-1, убили они Faceless Void, а уже 3 раза, по-моему, или 2 за игру. Нет, он только нежели погиб, вот как раз тогда, когда они могли определиться, в какую сторону ему прыгнуть. Но, тем не менее. Нет, еще один раз, по-моему, после этого погибал. Ну вот, у него одна смерть, что тут написано, это статистика. Она нас не обманывает. Погибал Дазл. Влад Дазл погибал неоднократно. Кстати, МСС очень нагло заходит. А, вот и Таймволк, который провязал товарищки 19, его возвращают. Баксы. Будет ли хроносфера, но есть статикшторм. Статикшторм от Дисраптора. Все, контрит на корню. Вот МСС ходит и пугает, никто не хочет на него нападать и вообще не хотят сюда перетягиваться ребята из Infamous, потому что здесь есть МСС, у которого есть Ravage. А за хроносферу его даже толком-то и не убьешь. Сейчас стаки, тут, правда, двойной стак, который делался для Templar Assassin, просто в наглую заходит МСС и забирает. Но, честно говоря, я не вижу пока что на ранних стадиях игры пока что в Infamous взаимосвязи с Войдом. Да, он может поставить хроносферу. Туда должен раздамажить, по идее, раздамажить должен Террор Блейд. Но он занят фармом. И он будет занят фармом еще ближайшие минут 10. И вряд ли он будет подключаться к дракам. Что будет делать Templar Assassin? У Templar Assassin сейчас 1500 голды сверху. Пока Дезолятора у нее будет, пока у нее не будет Драгонлендс, она тоже не будет присоединяться к Тимфайту. Потому что, скорее всего, не всегда будет настолько удачное расположение хроносферы, чтобы в нее там Парасатин бить. У нее не настолько большой... Катарам наглял, по-моему. Вот серьезно. Да, да, очень-очень хитово застоял. На самом деле доджил Терна Лендви, но он не задоджил Роуза. Он же 1437 и SVG, который вам не потянулся. Ну и, конечно же, Нахт, который будет продолжать пугать и зонить всю команду Infamous. Да, и МСС понимает то, что ему просто ничего не нужно делать. Ну, МЕКа, смотри, просто в тайнике. Ходите торговать лицом с МЕКа, и у Титхантера это будет получаться. И никакого блиндаггера пока что здесь не нужно. И, понимаете, это МСС делает МЕКу. У МССа очень хороший фарм. Получает Игнает в лицо от Скингера, но это, в принципе, не важно. Тауэр будет падать у команды Infamous, уже добивает его ребята из НП. Да, Ластхит делает хорошие 2 тысячи. Сцарапал Тауэр. У него имеется Армлет, Коготь, Рейндроп, Пызы и Стики. Да, и, кстати, Инфестбомба замечательная выходит с Титхантером. По итогу вот тоже прослеживается синергия. Конечно, когда у Титхантера появится Блинк Даги. Можно пока что залезать в Мирану, у которой может быть далекий рейндж лип. И, конечно же, Этернал Энвера скачивает лип. Можно идти нам показать Мирану. Конечно. Да, Макс. Конечно, это же Медовая Мирана. 14-37. Поставил вард в виде файслес войда. И пингует то, что войда можно бы и забрать, но... Да нет, посмотри вот эту череду его союзников, которые плотной стенкой стоит и паят все передвижение команды НП. То есть не так уж и легко. Посмотри, Рикки Мауру пали телепорт, прилетает сюда Бен Джаз. И уже здесь есть и Воид, и Террор Блейд, которые... Ну, массу информации, конечно, закидывает Роуз прямо сейчас. Прямо застопился, да. Ой, подстопил Дазла. Сейчас... Он, походу, не заметил. Должен был понимать Хатсу на Мику, то, что здесь кто-то есть. Хотя просто забивает на это, перетягивается сюда четверка из Infamous. И вроде бы все обошлось. И НП доджат, доджат вообще вот этот вот выход. Сейчас Infamous, возможно, будут пытаться как-то побайтить. Мол, давайте побайтим на ТБ. Но нет, они просто переходят в пуш, потому что хотят спушить. И должны понимать то, что... Ну, в целом, на бот смещаются. И все информации, которая поступает тут, Рикки Меру, дают возможность находиться смело Миране на топе. MSS, SVG. Да, SVG. И пойду раскинуть грамотные смоки. Только вот их уже увидели. И нахнула их... Будет ли реведж? Будет ли реведж от MSS? А сейчас MSS заходит. Хроносфера ставится на MSS. Пробивает войд SVG, который находится вне хрона. Пошел статик шторм на MSS. Не знает, кого пока что давать реведж. Потому что все отсюда разбежались из Infamous. Полетела стрела. Не попадает в K-19. Делает отсюда таймвок и телепорт K-19. И его не будут возвращать на клипсе. Потому что, видимо, кулдаун был у дисраптора. Ну что ж, потеряю я, конечно, теряю 1 вышку. Но посмотри, сколько ресурсов по итогу у Infamous были потрачены. И никого не удалось забрать вообще. Ну, как я и предрекала, просто нет никакого дэмэджа в хроносферу. Более того, в хроносфере... Поверх хроносферы... Ну, точнее, положил-то дисраптор поверх. Но оказалось внутри. Это static storm, который не позволил действовать вообще никому. Где-то в районе или около купола. Да, ну и Катара. Катара пока что удовольствуется пармом вражеских эншентов. Причем у Катара есть дезолятор. Ну, хотелось бы, конечно, возможно, пораньше получить его Templar Assassin. Но ему все равно будет очень сложно этот дезолятор реализовать. 15 минута тоже нормально, в принципе. Ну, нормально, но если бы у Катара действительно все было хорошо, помимо дезолятора на 15 минуте или на 17, хотя бы он бы уже имел блинк-даггер. И тогда, тогда можно было бы пытаться вырезать стычки с молда дисраптора, чисто символически пытаться. А сейчас, когда он будет подползать на этих ПТшечках, может быть, даже под бафом Могра, как он вообще доберется хоть до кого-нибудь из саппортов команды НП? Один саппорт всегда в инвизе. У него есть блинк и есть ультимейт, который прекрасно доджит и делает его неуязвимым на определенное количество времени. А дезраптор стоит всегда где-то в самом-самом конце тимфайта. И если ты пытаешься прыгнуть на него или добежать, то он тебя сразу же глимсанет. Вот. В общем, у темпларки пока проблемы. Без даггера, я считаю, что и драться не имеет смысла вообще. Но не стоит забывать о множестве факторов. Кстати, посмотри, а что это купил себе Ауи? Неужели это Мидас? Нет, ну и что. Это Майлстром, это Майлстром, да. Собирается разгоняться по фарму. Ну, в конце концов, правильно, потому что... Да и дэмэдж хороший вообще на самом деле Майлстром вносит. Стоит заметить, что у инфеймус потенциально три кора. Это Войт, это Томпарасасин и Тракблайт, соответственно. В то время как НП обходится лишь двумя домаштиммерами. Это Мирана и Найкс. Да, и вот, кстати, инфес-бомба 14.37. Я же говорил о Тейтхантере, но совсем забыл о Рике. Катара Хаяма находится, судя по всему, под смоком или под действием инвиза. Да, смок вроде бы это был. И спадает, потому что разрывил его 14.37. Будет ли нападение на Катару, есть блин. Ко 14.37 Катара возвращают на Глимсе. В Статик Шторм и Кинетик Билд и убивают Темплар Ассасин. Это минус для Ауи. Ауи Килинг Спри. Да, здорово. Смотри, еще на даблстак Эншинтов наткнулись. И нахт вместе с Ауи 2000 им наслаждаются, насыщаются. Просто продолжает давать информацию и снова, снова видит свою цель. 14.37 может напасть стучкой. Так, смокскрин великолепный, и Гаш еще замедли. Но Ауи не может просто через Роуза пройти. В итоге уходит здесь у Войт, нечем его продамажить. Нажимал, кстати, на Ревейдж МСС. Есть хроносфера у Войда. А он что-то сегодня, знаешь, что ли, троллит? Ну, он просто, вот он даже уже кнопочку, там было видно, на то, что уже хотел прожимать, но потом в итоге передумал. А он постоянно так дразнит и зрителей, и своего оппонента, видимо. Но мне кажется, что когда этот Ревейдж будет, будет что-то одно из... Стрела. Бенжаза. Интересно, есть ли у Бенжаза ультимейт? У него нету, у него нету маны. Ну, нечем сбить телепорт просто еще. Да, ЕС уже прозвучало, значит, ЭРУ была. Пока что она в откате. Вот эти вот все выходы нахта с Ревейджами и стопами Ревейджа, все он временит с ними, жалеет в какой-то момент, в какой-то момент понимает, что давать не нужно. Мне кажется, все это кончится двумя крайностями. Либо он даст этот Ревейдж отвратительно, либо потрясающе. Да, нет, все правильно делает, там Ассеск. Тут к нему абсолютно... Ну, Вайда они могли бы убить за счет этой Равашки. Да, но это дополнительные 150 секунд для Infamous, для того, чтобы пойти и понаводить шорох на карте и заниматься беспределом. А ребята из НП этого не хотят. Давать Ревейдж в одного Войда. Мы уже видели такие игры, и мы видели, как Тайтхантеры, и Энигмы выигрывали свои карты, свою доту выигрывали, не дав ни одного ультимейта за игру. Ну, окей, я тебе так скажу еще, чем это объясняется. 19-я минута игры всего лишь навсего, а тогда, когда подали, была 18-я минута игры. Соответственно, ты кастуешь Ревейдж, у него кулдаун 120, а Вой треснется через 40 секунд. Как бы... Смысл. Если можно продолжать прессовать с этим Ревейджем, всегда иметь его в наличии. Да, все абсолютно верно. Заходит 14.37 вместе с Энви, Энви на хосте. Они еще и под дымом. Вот только теперь появляется на карте очень удачный СН-3. Нужно разбить вражеский. А что, не увидели? За пинком, что ли? Да, судя по всему, либо не увидели, не знаю. Странно. Теперь просто приходит Дазл, он говорит, ну и что это, вот тут понаставили. Мусор какой-то. Убрался, ушел. Еще и Апсом. А, нет, еще один СН-3 проставил, и там просто треугольник из СН-3 образовался в районе нейтрального кемпа справа. И вот он, Блинк Даггер. Блинк Даггер на Темплара Сасси. Да, он ему действительно необходим. Точнее, ей. Но если мы рассматриваем игрока, то все-таки ему. Ну, и с этим Даггером можно будет пытаться в фокусе Дизраптора. Ну, а какой еще? Да, с другой стороны, да, тут вообще, в принципе, тяжело кого-то фокусить, потому что даже есть, если есть Войт на инициацию, есть Тайтхантер у НП на контр-инициацию, также Дизраптор, который может тебя глимсануть моментально, а стычки сейчас просто вот с одной, да, ты все равно его не убьешь, потому что хоть есть и Дезолятор, есть Мелт, но мало дэмэджа для того, чтобы шот Дизраптора просто сразу же. Ну, я тебе так скажу еще, если упрощать твою мысль, у НП есть два очень важных ультимейта. Да. Это Статик Шторм и Рейвич, что время как у Инфеймос один-единственный АОЕ прекрасный ультимейт, это Хроносфера. Два больше, чем один. Но не в том случае, когда есть БКБшки у ребят из Инфеймос, пока что их, конечно же, нет. А вдруг Дизраптора возьмет и к этому времени, ага, ним соберет. Не, ну тоже другой вопрос. Я против Рейвича, имею в виду. Ну да, да, это минус ультимейт, что может уравнять положение команд. Вот у МСС есть Блинк Даггер. Кстати, ребята из Инфеймоса заходят на Рошана и уже добивают его. Не успевают туда НП вообще. Ну вот, на Темплар Ассасин с Дезолятором и под Метаморфозой Бенджаза можно очень быстро разобраться с этим Рошаном. Кстати, Катара. А НП не отступают. Они идут до конца, но, к сожалению, тот самый Сейнтри, которого они не избавились, полностью раскрывает их местоположение. Давайте посмотрим, что у нас по графикам. По графикам ребята из команды НП ввели в 2000, сейчас 1500 ведут Инфеймос, то есть еще ничего абсолютно непонятно, несмотря на то, что НП выигрывает по фрагам 7-1. Ну, понятное дело, ты посмотри, какие топ-2 Нетворса сейчас на данный момент, и это оба коры Инфеймоса, именно это Морасасин и Террор Блейд. Понятное дело, что чем дольше тянут НП, чем меньше они налегают, тем больше Энви у нас формирует. Посмотри, как же больно. Энви Катара пробивает неплохо, Энви налепил, ходит. Энви подзадержался на вражеской территории, более того, он остался там совсем один, вся его команда уже ушла, и он единственный, кто оттуда не смотался. В итоге поплатился за это и сидит в таверне. Что вообще по артефакту можем в общем плане рассмотреть. У Этерна Ленви Аганим, 22-ая минута Фейзы и Аквила, плюс Боттл, ну и посредственные такие дополнительные арты. Нахт, Даггер и Мекка, что мы тоже обсудили. У Розы, помимо Фейзов, ничего специфического. У Ауи после Мэлл Шторма ничего не появилось, но я думаю, что у него довольно большая сумма на руках. Ну и с Фейджей, это как бы фулл-саппорт, там Арканы. В свою очередь, Инфеймос, Манта, Брагон Лэнс, то есть вообще потрясающий фарм. На самом деле, Брагон Лэнс в Тавер. Сейчас с Эгидой на Тамплорасасин, ну, грех не пушить. Я бы отметил то, что у всех ребят из команды НП имеется Инфьюз Трейндром, хотя на самом деле, вот Инфеймос не помешал бы этот артефакт, но, как мы видим, он есть только у Саппортов, у Стингера и у Хатсуна. Ну и из оставшихся артов, которые не успела зацепить словесно, это Манта на Фастлос Войде. На самом деле, у Ки-19 все супер. У него и Манта, и Владимир и ПТ, то есть фарм со своей хардлинией при поддержке Дазла он реализовал очень хорошо. Да, несмотря на то, что Войда все-таки немного напрягали саппорты команды НП, и не только саппорты, там еще и Ауи приходил, ну, не приходил, Ауи. Ну да, участвовал в траках, очень часто пытался этого Ки-19 настигнуть. И очередной Монлайт, правда, Этернол не находится на другой части карты, и спалился под Сентрой. Опять же, потрясающий вижен удар. Я не знаю. Мне кажется, НП хоть гем покупай. Ну вот сейчас интересно, ждут ли ребята из Инфейма у своих оппонентов прыгать в Ки-19. А тут его глимсуют. Может, подумают, что он с базы прилетел, попытались глимсануть. Ну, может быть. Может, из кустов откуда-то появился. Ну, в любом случае, побоялись, видимо, инициации. Да и в любом случае, хорошо, хорошо, что просто этот тимфайт не состоялся. Инфейма были к нему гадцовы. 9 фрагов, 24 минуты. Америка, я вас не узнаю. Это не Китай часом вообще? Нет? Ну, вообще-то это плей-офф. Бест оф три. Тут каждая карта на счету. Если вы зарабатываете хотя бы одну карту, то есть вы имеете 1-0, то чувствуете себя намного комфортнее. Вообще... Первая карта много решает. И наши аналитики тоже отмечали, что ребята из НП, они такие, вот, любят пофармить. Пофармить. Ну, правильно. Проблема с ударением у меня на самом деле. Не то, что даже вот проблема, а пытаешься постоянно правильно выговорить и никогда не знаешь пофармить, пофармить. Пофармить, наверное, все-таки. Как-то вот... Ну, я бы сказала пофармить. То есть... Пофармить как-то менее ухо режет. Ну, ладно. В принципе, у каждого... Я бы, знаешь, по-украински это бы, наверное, было пофарм... По-украински. По-украински, прошу прощения. Пофармить, а по-русски пофармить. На украинском языке вообще такое замечательное слово. Ну, не то, чтобы его придумал, но как-то вот вывел. Фармуваты. Фармить, формуваты. Ну, ладно. Это такое лирическое отступление. Давайте посмотрим. У нас нетворсы. Первые три нетворса принадлежат команде Infamous. Да, кстати, ребят, если вы забыли про розыгрыши, то очень зря, потому что, перейдя по ссылке starluder.com slash bostonmajor, вы можете узнать, как привязать на свои социалки к аккаунту твича и участвовать в розыгрышах от нашей команды, от команды starluder. Поэтому заходите и получайте свои арканки. Да, причем для этого не нужно многого уметь или делать. Достаточно просто увлекаться профессиональной дот и за ней наблюдать. Что ж, срывает войск, кстати, в миде ему удается уйти. Снова смотри. Вот теперь-то, теперь-то нужно было, наверное, ревальш все-таки завязать. И можно было бы тогда протолкнуть хотя бы одну вышечку, потому что 26 минута игры это не 19-ая, в конце концов, и не 15-ая. Если бы отправили домой войда, то, может, надолго. Но, с другой стороны, Энфемус даже без ФСС, даже без Литцева не стали бы принимать драку, точнее, не стали бы наставить на драке НП, а Энфемус бы с удовольствием ее приняли, потому что есть АИКС. Вот так. Безликий Войд в жизни крат. Падает очередная вышка, достается она в лапу Энфемус, растут потворцы. Вообще в опасные игры сейчас играют НП, да, они, возможно, уверены, что они сильнее, но я бы не стал так обольщаться на самом деле, потому что там Террор Блейд. Уже БКБ. Да, и вот Бенжаз заходит на Т3 сейчас. Ребята, вот он Рэвидж от МСС, по четверым, неплохо попадает Рэвидж. Стингер успевает проюзать так же касты, и умирает Стингер, умирает Дазл. Террор Блейд пытается теряться, и Хроносфера пошла, нам Хроносферу Террор Блейд не бьет, только сейчас начинает биться иллюзиями, очень больно наваливает по Ауи. Ауи умирает, делает байбэк Рекимару, Катара Хайяма пытается уйти, Катара глимсует его, но Энви, Энви хочет добить Катара, стрела попадает в Войда, но тут Бенжаз, Бенжаз очень силен, и Бенжазу уже подходить не хочется, начинает наваливать по МССу, вместе с иллюзиями Бенжаз, хотя хороший Кинетик Филд с Тетан Дисраптора и Зонит Террор Блейда. Он просто стоит, и не может двигаться, обалдеть Бенжаз, как же ты в этот Красасин. Часом, не кончился ли во время замеса? Интересно, но скорее все-таки было. Потому что, по-моему, она упала единожды. Да. И не поднималась с тех пор. Судя по всему, так и было, действительно. То есть, немножечко не повезло на Филмус, я их похоронила очень рано, потому что в дальнейшем очень качественная хроносфера залетела от Фесса с Войда, в ней стояло, по-моему, двое человек, и Войд их отчаянно месил при поддержке Террор Блейда. Ну, вообще, Игпи начали очень красивую драку. Вот, честно признаться, они сделали минус два саппорта почти моментально. Там, Огро пытался жить, Рикемару в Гридсе. В Дазла, правда, поплатился за это потом. Пока что не хватает демажа, чтобы разбить, собственно, Фейс и то, чтобы Войду. У него там и лица нет. Не хватает демаж, чтобы разбить это, что Террор Блейда. У него слишком много вещей, топнет ворс, и в последнем тимфайте он, соответственно, выжил. Ну, так-то он берет кристаллист, то бишь, вообще в ДДЛ уходит. А потому что Бенджас прочувствовал в этой драке, насколько же не хватает демажа ребятам из команды НП. И даже если его настигнет лайфстиллер, ой, ой, Башик сейчас мог прокнуть, если бы ударил хотя бы один раз Войду, затестил бы свою судьбу, свою удачу, но нет. Так вот, если даже до него Ауи и доберется, то тогда можно просто собрать Херикен Пайк, и у тебя не будет проблем. Нет лайфстиллера рядом с тобой, нет проблем. И когда по окончанию рейджа у Ауи его просто отталкиваешь и все, ты разрываешь с ним дистанцию. Это же идеальная схема от Террорблейда. И тем более, опять же, Ауи, он бьет в таргет, а Террорблейд с иллюзиями тоже. Вот в чем проблема сейчас вся заключается для лайфстиллера. Я с тобой соглашусь в том плане, что выбор выхода в ДД для Террорблейда неплох. Явно неплох, потому что конкретно пока что демаж не хватает, совсем скоро появится, там менее 10 уже секунд остается до появления Хочу заметить, что у Войда потрясающий фарм. Просто потрясающий. У него появилось БКБ, более того, ему еще и вручили гем почетно. У него есть блокинг бар, манта. В принципе, демажа нормально, плюс блокинг бар, и теперь никакой статик Шторм не помешает поставить грамотную хроносферу. Да, вообще, Войд тоже боец, и еще и с руки неплохо может наваливать с этой мантой. А с появлением Дефюжил Блэйдов каких-нибудь, что тогда вообще будет совсем больно ребятам из команды НП. Ну что ж, Рошан, будет ли драка за этого Рошана? Есть реведж у МССа. Ну, топи находится Мирана. Покажите, пожалуйста, что у Этернал Энви в руках. Нет, уже Рошан падает. Да? У него нету тревелов, соответственно, он не сможет на какой-то ближайший крипвейв прилететь в любом случае. Этот Эмплар Асазин снова забирает Аегис, этот Эмпларочка, но надеюсь, что на этот раз не кончится Аегис не вовремя, потому что иначе, если бы она выжила, то Энфэмус, мне кажется, выиграли бы тот Тимфайт. Ты топишь за Энфэмус, да, за перронцев? Нет, я не сказала бы, что топлю, просто я смотрю объективно на ситуацию. Мы уже затрагивали. Ты так надеюсь, что не закончится Аегис? Ну ладно, ладно, все-все-все. Ну просто обидно, когда Эгис заканчивается. Господи. Смотри, три Кора имеет Этвэмус. Какие строчки они занимают по надворцам? Тоже первый. Да можно на графике просто взглянуть, и мы наглядно увидим вообще вот это вот преимущество. оно пока что не совсем большое, но оно уже ощущается, и это проблема для команды НП. Получает МСС. Стычку с Молдах. Хроносфера хорошая. Залетает тот Кейн 19. Влетает Энви со Старштормом. Начинается замес. Ауи грызет, ауи грызет, и под смокскрином умирает Террор Блейд, ничего не успевает прокастовать. Какой вообще Сандер, если там был смокскрин на Катара, тоже нападение. Катара умирает на базе у команды НП, но там байбэк сделал МСС. Кстати, рэвидж вроде бы не потрачен. Да, не потрачен рэвидж у МССа. В итоге стоило ли этот талон, да, байбэкаться? В очень невыгодную позицию вернули там Пларочку, у нее не было никаких шансов оттуда уже смотаться. И в итоге минус 4, и в размен на байбэк Тайдхантера. Возможно, даже МССу не стоило делать этот байбэк, в конце концов. На байбэк, но не на рэвидж. И это очень важно, потому что ребята из команды НП отбились, отбились, не использовав даже вот самую сильную, наверное, свою ультимативную способность. И сейчас МСС подбирает, что бы вы думали, какую руну? Руну волшебства. И очень хочет заюзать рэвидж, по всей видимости. Да, и один якорь, второй якорь, третий якорь, четвертый якорь с маленьким кулдауном. Просто бесконечная якоря. Ну все, покоцали, две секунды тот, третий клей, так можно, наверное, отступать. Или не собираются? Слушай, не собираются отступать. Ты так просто перечислила вот эти вот якоря, у кого-то так в команде. Захожу я в паблик, и там один якорь. Опа, кто-то отправился на базу? Это был ФСНС Войт, питается ТП-6, у него это получается. Вот сейчас вернется в драку. Хорошая игра от Дистраптор, но и Огр не оплошал. А что будут нападать ребята из Инфеймус на развороте? Идет Бенжас, и Бенжас очень агрессивно движется в сторону МСС, Рэвидж, и там также смокскрин залетает, но Бенжас успевает выйти. Блокингбар! Да, БКБ-шка работает, и Сандер прожимает Бенжас, но уже умирает Дазл. БКБ также Войт и Катара находятся, есть хроносфера, что пытаются как-то Энкор смешем всячески подрезать дэмэдж, юзать Мекку, но умирает МСС, и это даблкил для Кейн-19. Так оно и есть. 70 секунд находится в таверне Тайтхантера, он без байбека. Три БКБ, смотри, прожатых. Да, да, да. Вообще никак НП не ожидали, что Блокингбар себе ванкликом затарит Торрор Блейд, это решил полностью тимфайт. Если я, я могу ошибаться, я могу ошибаться, но при том заходе на хайграунд у Торрор Блейда был уже БКБ, и вот у меня вопрос, хотя нет, 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 не было. Наверное, не было, потому что иначе бы он выжил. Он выжил, и он бы проюзал Сандера, находясь в смокскрине. И сейчас у Торрор Блейда не была потрачена форма, Бенжас заходит, вызывает иллюзии с Манта Стайла, вызывает также свои родные иллюзии и начинает пробивать Тауэр, ставится смокскрин, но абсолютно по барабану Торрор Блейда, потому что выводит Ой-ой-ой, как больно, вынужден прожить БКБ только что Бенжас из-за раскаста Этернал Элли, но неважно, здание продолжает валить, 9 секунд БКБ, почему бы и нет, он свапнулся, он свапнулся с Войдом по ХП. Ой, Энви, Энви, но не стали, не стали на него агрессировать ребята из Инфеймос, вернули Бенжаса в статик шторм и Кинетик Филд, Бенжас погибает. Ну, это было, пожалуй, что неизбежно. Катара тоже, а нет, это не Катара, это Дазл, Дазл, да, Хацун и Мико. Катара, кстати, тоже Этернал Элли предстоит. Вот Этернал Элли, когда начинает, он вообще остановится не в силах, главное подальше от него убежать. Ну, Катара Хаяма тоже. Давайте еще раз глянем на Нетворса, мне любопытно, что-то изменилось ли и на Нетворсе, и на графике. Что-то меняется. Но все равно преимущество на стороне Infamous по экономике как бы то ни было, но и сторона. Да, там один барак упал, не суть важна, все равно линия уже будет пушиться у команды NP, и это неприятно. Да и в принципе бараки это дорогое удовольствие. Нападение Катара. Приходится. Да, уже 9 секунд и БКБ. И вот так. Хроносфера попадает по одному МССу, но МССу нужно очень быстро зафокусить, потому что имеется реведж у Тайтхантера и его все-таки сбривают до нажатия реведжа, до нажатия вот этой вот красной кнопки Катара преследует МСС-1437, да, вернее МССа уже убили. Ну, после ультима это будет убивать Дазл-1437. Ну, можно ознакомиться с байбэками на данный момент, они будут решать ключевые, это будут ключевые как бы драки и важны именно байбэки. И вот два Дейдолуса, один на Тарар Блейде, один на Темплар Ассасин. Катара тоже обзаводится этим замечательным арбалетом, артефактом. Ну, я считаю, что тут все полностью будет зависеть от Фейсенс Войда, потому что ему нужно грамотно ворваться, поставить такую хроносферу, в которой Катара сможет выдать максимальный демаж. Хроносфера, казалось бы, сейчас была отвратительная, но на самом деле это только кажется на первый взгляд. На самом деле хроносфера была замечательная, потому что словил он одного героя, этим героем по итогу оказался Тайтхантер, но это чуть ли не самый важный герой вообще был в замесе, потому что вот, вот эта вот зеленая лампочка замечательная возле иконки МССа горит и это означает то, что Райвейдж у него был. А его присутствие в таверне означает, что НП не могут продолжать драку, потому что инициация тупо отсутствует. Да, контр-инициация и вообще какой-то контроль на команду Infamous и три БКБхи на корах решают вопрос. Ну, знаешь, они активно эти БКБхи тратят, вот из файта файт. Ну, так это же круто. Не надо стесняться. Ну, понятное дело, не вынуждены это делать. Посмотрим, как будут развиваться события. Иван Дорн, великий поэт современности, я так говорил. Похвастался, да, ты своими литературными знаниями. Да, и Иван Дорна, я думаю, вообще зря это сказал, мне еще больше сейчас начнут хейтить, но ладно. Так, продолжается у нас фарм, а ребята из команды Infamous будут дожидаться Рошана. А НП, наверное, кровь из носу нужно на этом Рошане драться, либо же сейчас сделать какие-то пик-оффы. Конечно же сейчас... Видишь, они уже движутся туда. Очень быстрый лайфстилер у него с Энджин Яша плюс Мьолнир и в Кирасу постепенно Ауи 2000 выходит. Столкнулся сейчас с вражеской командой по-любому. Находится в Монлайте и тут прям, знаешь, место встречи изменить нельзя. Кто первый синицирует? Да, тут просканили, просканили территорию. Судя по всему, Радиант, да, потому что у Дайров скан в кулдауне. Кейн 19, а летит стрела от Энви разведывательная. Так. Вот в очень хорошей позиции это будет Купол! По одному Энви, по одному Энви, но там включается Блэкин Бар, Энви будет рассыпаться, уже не будет Энви. Энви делает байбэк, также минус Дазл у команды Инфеймос, Бен Джаст уже проюзал Сандер, пытается как-то бить Ауи, Ауи рассыпается, но уходит пока что, играет армалетом Ауи, выживает. Уже убили МСС, и погибает без байбэка, 100 секунд ровно. Отобразилась на таблом. А Террор Блэйд может просто заходить и ломать Т4, Террор Блэйд это один как раз таки из тех героев, которые с этими Т4-таверами расправляются очень быстро. А все, все, это конец. К сожалению, получилось так, что драка завязалась очень невозможно. Выкупился Дисраптер, влетает Кейн 19, судя по всему, просто чтобы отвести от своих тиммейтов фокус, влетает на растерзание, делает таймвок, в это время падает трону команды НП, и это Гудгейм добивает трон Бенжас. Поздравляем команду Инфеймус с первой взятой картой в этом противостоянии. Напоминаем вам, дорогие друзья, то, что это серия Best of 3, поэтому будет еще Дота, будет еще противостояние НП против Инфеймус. И, наверное, все-таки для меня неожиданно на самом деле то, что Инфеймус взяли, взяли эту первую карту, и сейчас уже НП находится в позиции отстающих. Сейчас им нужно отыгрываться. А я думал, я буду говорить совсем другое матч, я думал, я буду говорить, что вот, Инфеймус, неплохо сыграли, но проиграли. Вкратце могу тебе описать эту игру, что произошло. НП не задавили, первое, а второе, БКБ решает все самые ваши трудные проблемы, самые неразрешаемые проблемы решает БКБ. Ты рассказала вкратце, ну, а я думаю, что у нас есть все-таки люди, которые могут рассказать подробно, это наши замечательные аналитики, поэтому передаем им слово, ребята, дерзайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЕГейминг Бэтс. Ставки онлайн для всех поклонников в киберспорт. Старкрафт 2, Овервотч и КСГО, Дота 2 и Хардстоун. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Дота 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в КСГО? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГЭБэк КОС. Ты точно знаешь, кто победит. И3. И3.